всем привет сегодня у нас видео про заготовки в автоклаве сегодня мы в очередной раз будем пытаться приготовить в реторт пакетах в автоклаве ну раньше мы готовили в автоклаве вейн 23 сейчас будем пробовать это в автоклаве вейн 2 кто не знает у нас появился новый автоклав вейн 2 вот в нем мы будем сегодня делать кашу гречневую с мясом в автоклаве на воде сегодня поехали мы уже показывали одно видео полностью где мы готовили в реторт пакетах у нас не получилось пакеты лопнули потом мы еще раз пытались то есть мы делали на пару потом мы делали на воде все равно они у нас лопнули это мы делали в автоклаве 23 ну в итоге как бы нам кажется что лопнули они не из-за того что мы там что-то неправильно делали а лопнули они из-за того что мы скорее всего перегружали пакет то есть пакет вот идет 500 граммовый да мы загружали в него почти 400 грамм ну а как сейчас мы поняли надо его грузить где-то 250 300 грамм и мы уже пробовали просто там несколько пакетов в автоклаве сварить то есть которые мы перегрузили они лопаются а вот где 250 грамм наложили там было все нормально так это называется мы неправильно делаем а я чего ты говоришь что мы не неправильно делать нет неправильно процесс приготовления а получается неправильно бывает то что мы загрузили пакет мы уже делали гречневую кашу с мясом и рисовую кашу с мясом нам очень понравилось ну больше всего конечно гречневая каша вот по тому рецепту который мы делаем вообще обалденно получается то есть ни одно не осталось ни одно не осталось те пакеты которые у нас лопнули мы их морозил как бы бросили ничего страшного там не было достал разморозил и съел очень вкусная каша была с мясом поэтому сегодня хотим повторить этот же рецепт не знаю сколько тут получится пакетов сейчас тем более по 250 грамм будет больше много будет наделаем впереди лето там на рыбалку на природу сплав не знаю будет не будет с собой их брать очень удобно дочки тоже отвозили она прямо за милую душу видите риторт пакеты в каши в риторт пакетах за милой души и заходит ингредиенты повторяем которые нам нужны это свинина здесь у нас два килограмма нарезанного такими кусочками посолена из расчета 10 грамм соли на килограмм ну то есть две чайные ложки мы сюда добавили гречка что-то мы опять пипец как много сделали гречка залита кипятком на один килограмм литр воды и также посолена на 1 килограмм 10 грамм соли обжарка лук с морковкой тоже посолена сливочное масло нам нужно будет лаврушка чеснок дальше для приготовления нужны риторт пакеты вот такие вот в них будем закладывать и запайщик чтобы запаивать эти риторт пакеты вот это запасе короче сейчас накладываем ну стараемся не перегрузить пакеты больше трех суток на примере одного пакета показываем у нас есть весы включаем весы для того чтобы накладывать такая приспособа она весит 27 грамм поэтому делаем по нулям вот кладем 150 грамм гречки на и где-то пусть 130 одну маленькую лаврушку один маленький чесночок если чесночок большой то режем его там на дверь на три части но это для следующих пакетов потом кладем начата к ложку эти положил мясо короче 130 грамм гречки мясо получается грамм 100 тем прописки зажарки и сливочного масла грамм 10 258 260 грамм получается ну короче вот пакет получается наполовину наполнен опять много будет ну и вот таким методом короче все пакеты заполняем то есть не все пакеты а пока не кончится и где-то давай помогаем поехали все забили все пакеты получилось у нас короче ничего лишнего вообще не осталось удивительно получилось 22 пакета ну опытным путем так уже потом дошли короче 100 грамм гречки лаврушка чесночок 100 грамм мяса ну там плюс минус получается короче потом грамм 25 зажарки получается и где-то грамм 10-15 сливочного масла ну там то на то вот 250 грамма выходит 250 грамм в принципе это нормальная порция чтобы за раз поесть одному человеку как врачи диетологи рекомендуют надо чаще кушать не больше килограмма твердой пищи в день съедать то есть четыре раза в день по 250 грамм как раз получается норма сейчас запаиваем включили паяльник поставили на максимальную мощность воздух отсюда как бы просто вот так вот вытесняет поверх и поверху на максимальной мощности все щелкнуло убрали чуть-чуть криво ну ладно потом это можно каши не обидеть можно расправить потому что в автоклаве они все равно будут вот так вот лежать по идее на него вставать можно первый готов вот тут ты меня заинтриговал вставать на него можно по верху делаем потому что мы некоторые пакеты вот здесь пропаивали соответственно еще объем уменьшается ну мы так думаем они от этого лопались чё хочешь наступить ну всё так и проделаем с каждым пакетиком все запаяли 22 пакета делали по одному шву сверху ну до этого мы когда пробовали мы по два раза пропаивали ну еще раз повторить это тоже уменьшает объем и наверное от этого не лопаются по этому шву у нас ни разу не лопнуло пошел запайки лопались они в основном по боковым швам вы не знаете что в этот раз получится попытка не пытка идем к автоклаву вень 2 итак коротко об автоклаве на котором мы работаем автоклав вень 2 на 48 литров у нас есть также литраж еще на 30 литров сделан автоклав из 304 нержавеющей стали полностью безопасной благодаря обновленной технологии сварки риск брака сведен здесь к минимуму очень удобная классная крышка с байонетным соединением открытие-закрытие за одну секунду раз хоп все крышка закрыта не надо никаких барашков никаких хомутов здесь не надо перекрывать никаких барашков он сам автоматически выходит на рабочий режим при работе с банками здесь ставится клапан который после того как воздух выходит перекрывается и автоклав выходит на рабочий режим сейчас мы работаем с литрот пакетами поэтому вместо клапана мы ставим заглушку в наш автоклав на 48 литров входит банок полулитровых 40 штук поэтому мы сейчас не боимся сколько мы наделаем мы больше 40 точно не сделаем они все войдут и все можно их приготовить также здесь можно и одну банку готовить можно использовать любые крышки и банки в нем как стеклянные так и жестяные ну и есть возможность в нем работы с ретрот пакетами что мы сейчас и делаем раньше мы говорили что в этом автоклаве можно было делать в ретрот пакетах на пару но оно как бы можно делать но как производитель сказал не у всех это получается поэтому по рекомендациям производителя в ретрот пакеты лучше делать в воде так как бы меньше рисков рисков меньше процентов что у вас не получится но все равно у нас мысль не покидает как-то попробовать сделать на пару потому что у кого-то это получается у кого-то нет ну как-нибудь мы тоже попробуем ну и соответственно отсюда же следует что этот автоклав может работать в режиме на пару и в режиме на воде на пару мы уже готовили тушенку из птицы вот мы в том месяце делали вот сейчас мы будем делать реторт пакеты на воде поэтому открываем крышку загружаем сюда пакеты на дне идет фальш дно который закрывает ну темп полный ретр пакетами забивать наверное что 50 сюда влезет тут еще не половина половине приближается может даже больше так сейчас заливаем водой его ну вот до такого уровня где-то до плечиков все залили водой поправляем резиночку проверяем чтоб она хорошо прилегала мы до этого прижимали вообще как бы туда и груз нам сказали что это не обязательно делать и так должно приготовиться поэтому пробуем сегодня так закрываем крышку все осталось запустить аппарат включаем в розетку ну и самое классное удобное конечно это блок управления стенам на блоке управления есть просто режим тэн это регулируется мощность тэна какая вам необходима есть ручной режим где сами выставляете параметры которые вам необходимы есть автоматический режим которым мы постоянно пользуемся выбираем весь среду или среду выбираем продукт ну у нас продукте мясо содержится поэтому мясо а так есть птица рыба овощи грибы мясо у нас мясо окей банки ставим как ритор пакет как пол-литровые банки есть также еще 035 литров ставим 05 окей убедитесь что ты на воде он выше крыши в воде начать процесс приготовления да когда у нас нагреется включится режим стерилизации на 1 час 5 минут при температуре 120 градусов после того как пройдет режим стерилизации автоклав перейдет в режим остывания но он подаст в руковой сигнал придет режим остывания и будет остывать до нужной температуры по-моему до 40 градусов после этого он тоже подаст звуковой сигнал но это уже утром как правило то есть вот сейчас мы его включили так краешком глаза будем поглядывать за ним он все приготовить сделает когда включится режим остывания мы уже ляжем спать а утром достаем и смотрим что получилось поэтому с надеждой что все будет нормально завтра вот он встретился как лаборатория у нас тут вот еще скоро будет видео поставили брагу на пшеницу бурлит уши закладывает поэтому не обращайте на это буль-буль внимание короче наступил новый день вчера у нас чипы было ну давление поднялось только чуть даже не посмотрел сколько давление есть клапана так потихонечку травит я так не задумываюсь как круто нового короче а он не закрывает не наиму давление было больше полтора как на чего отсюда шипеть вот здесь все в пару все льется в пол ведра воды и вот сейчас не знаю может из-за этого резко давление то что канула учетом с пакетами поэтому рекомендуем одевать шланг новый-тимур послета у как было пшшш... одели шланг но если даже что-то будет шипеть будет в раковину куда-то уходить будет он до 51 градуса принципе этого достаточно остывал он всю ночь сейчас уже 11 часов пол 12 сейчас сливаем с него воду мы открываем смотрим что перекрестить все слили почему-то температура повысилась половину передаст раз кафе пахнет наверно чё-то лопнет гонди надеемся, что таких намного вижу, тебе тоже интересно пока утешительный прогноз я понял, от чего выпал этот пакет он был сверху, вот этот пакет и он, походу, воткнулся вот сюда, в термометр вот, поэтому не считается надо просто термометом побольше вытаскивать так может его выйти ура! наконец-то у нас получилось все пакеты, кроме одного, и то он не лопнул он воткнулся, вот термометр все пакеты целые несмотря на то, что я даже вчера устроил сейчас они остынут и будем пробовать хотя надо вот так попробовать или это будет не то все, автоклав выполнил свою задачу можно отключать ссылка, где приобрести автоклав ВМ2 будет в описании и напоминаем, что на него есть рассрочка, беспроцентная и по нашему промокоду природа скидка 3% пользуйтесь! хорошая вещь у нас получились реторт пакеты все, встретимся на дегустации итак, у нас сейчас время обеда ну и как раз откроем кашу на обед ее съедим для начала продегустируем и покажем, что у нас получилось сейчас открываем пахнет вообще офигенно ну выкладываем всю, чтобы показать порцию по сути, вот она человеческая порция ну да поэтому то, что мы там 400 грамм пытались запихнуть смысла в этом нет мясо вот готово все тяжело говорить, да? да кушать слюни так время тоже четвертый час все соль и все нормально очень вкусно ну мы тогда еще поняли по этому же рецепту просто офигительно теперь взял с собой в дорогу раз съел и все ну подогреть только надо попробуй ты я сейчас слюнями захлебну надо быстрее кушать и иногда нам говорят, что сухая каша получилась нет не, ништяк не сухая абсолютно была бы сухая, мы бы сказали кому слыхают тут масло пусть больше хватит да нет даже видно, но он жирнее так очень вкусно 5 баллов поздравляю мы добились этого Изабелла сейчас говорит, что вкус какой-то интересный ну то есть вот когда так просто кашу готовишь такого вкуса, как именно в автоклаве делаешь ну не получается не такой вкус у гречки а здесь он какой-то своеобразный не знаю почему ну потому что автоклаве приготовить короче рецепт наш вот уже второй раз убеждаемся вот именно по ингредиентам по количеству наконец-то мы добились как делать в реторт пакетах и сделали это еще ну со временем потом тушенку сделаем в банках то мы научились как тушенку делать еще в реторт пакетах надо делать потому что их тоже тушенку на природу с собой брать очень удобно и классно ну еще супы делают в реторт пакетах борщ там или еще чем гороховый суп короче у нас теперь все свое будет на природу в следующий раз хотим попробовать сделать холодец но не в реторт пакетах а в банках будет уже закупили там для холодца все ну это будет в следующем видео про автоклав всем спасибо кто посмотрел видео мир добра здоровья всем ждите новых видео всем пока пока а а а Субтитры подогнал «Симон»